Так, друзья, так как слово Алтай является фактически сакральным, это особое место в России, особое место в Сибири, особое место на планете, вот, наверное, самое красивое, самое удивительное и самое загадочное. Меня всегда удивляло, никто мне этого так и не объяснил, почему писались Урал, Сибирь и Алтай, вот это слово, что Алтай выделили от Сибири, и я никогда этого не понимал и сейчас не понимаю, догадываюсь-то, наверное, из-за того, что он очень самый загадочный на планете место, ну и, конечно, оно еще толком не изучено, вот, ну и одно из самых перспективных для садоводства, вы же понимаете, что я же не могу ни о чем другом говорить, кроме как о садоводстве. И вот, повторяю, мы сняли фильм, так, мне прислали первые результаты, письмо, я сейчас его еще раз зачитаю, фильм вы уже видели, а сейчас я начну снимать другой фильм. Поехали. Здравствуйте, Олег Константинович, получил от вас долгожданную посылку, раз кто-то заказал у меня, все, именно все, наш человек. Капутина, Андрей Салтая, в этом году переезжаем в Алтайский район в село Сараса, возле села Алтайское, вот считайте, что вы уже многое знаете. Земля плодородная, природа чистая, когда-то были сады Мичурина, а дальше все были да всплыли. Ой, как у нас любят губить то, что есть. С удовольствием просматриваю ваши ролики. Губили свой сад, губили свой сад искаженными знаниями. Теперь будем оздоравливать. Спасибо вам за открытость к людям. Косточки положил в холодильник. К персикам и черепчам добавил влажного песка, по схеме 7 к 1. Вы уже это знаете. 7 частей песка, 1 воды. Разложил косточки в влажном песке по краям банки. Наверное, по краям банки, это, наверное, чтобы через стенки, прозрачные стенки стеклянные, было видно время схожности. Мудро. Банки слегка, так, по краям банки слегка прикрыл салфаном и крышкой, поставил в холодильник. Абрикосы и сливы решил увлажнить в конце февраля. Боюсь, прорастут. Ещё хочу убедиться в правильности. Я всё сделал в холмике, на целиковой земле и по са. Жу косточки. Будет правильно? А вот сейчас и увидим. Если что, подкорректируйте. С уважением к вам, Андрей. Ещё у меня спрашивали, купить саженцы, сколько стоит, в какое время высылать. Я про абрикосы, персики и сливы. Ещё раз спасибо за семянную книгу. Счастья вам, здоровья. Это вам спасибо, что в меня поверили, купили книгу, настоящую книгу. Ещё раз повторюсь, про саженцы. Значит, это напрямую к Сергею Железову и его жене, моей невестке Татьяне Александровне Железовой. 8-913-444-3178. Вот, теперь мы заходим ко мне на канал. Как попасть на этот канал? Канал имеет очень простое название. Вот, садоводство по Железову. Набрали, а кому-то набрали, оказались вот туточки. Вот, он не очень популярен. 13 тысяч подписчиков, у других миллионы. И весь миллион уже научены, как у них сажать деревья. И продолжают эту учёбу. Вот, и псевдолечение, потому что практически у всех деревья больные. Вы знаете, друзья, вот сейчас мы будем вторую серию делать. Ведь все вот эти вот федеральные каналы, они берут больные, несчастные саженцы. Видно, что больные, уродливые, искалеченные. Ещё до того, как их учат садить, они уже искалечены. Вот, и взрослые деревья тоже искалечены. Все покрыты грибами, мхом. Все покрыты лишайниками. Все изувечены. И учат их, как с ними обращаться. А зачем же вы их изувечили? Ой, что творится им? После этого я вам показываю. Смотрите внимательно. Вот здесь вот, где это мелькает. Вот мелькает. Это, значит, и есть Капустин А, Андрей. Значит, фильм первый сняли. Найдёте тут. Здесь уже вот сколько фильмов новых появилось. Один, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой. Это первая страница. Страницы раньше. Седьмой, восьмой. Девятый, если считать от начала. И вы познакомитесь с Алтаем. Так, вот. Идём дальше. Мы теперь идём к нему в гости. Внимание, смотрим. Внимание. Вот он присылает, как он пишет, другого телефона, вот эту информацию. Ещё раз смотрите нашего друга. И на его небольшой фильм, и на мою реакцию. Здравствуйте. Персики. Тут я показывал один персик. Вы знаете, он меня расстроил. Он сказал, зашёл только один. И я думал, на этом всё. Вот тебе и начало. Вот тебе и это. Вот. Мне было обидно. Из-за себя, из-за него. Смотрим дальше. Здравствуйте. Вот наши персики. Тут раз я показывал один персик. Вот зашёл. А сейчас вот полезнее ещё. Вот они. Вы видели? Они почему-то там два. Вот ещё. Сходит. Вот он. Персик. Это вот я в ведро посадил. Вот хочу это... Либо его в поле потом сохранить, либо пересадить. Ой, вы знаете, один раз я один-единственный персик хранил в погребе. Весной я его достал оттуда. Бледный, несчастный. Вот. Больше я так не делал. Ему советую. Алтай это будет и 35, и 40, и 45. Вырастить практически в невозможном виде штампового дерева. Пожалуйста, наклоняйте. Вот. Присыпайте. И как это самое... Укрывайте и так далее. Но эта тема укрытия совсем другая. Не сегодня. Продолжаем. Здравствуйте. Вот так вот. Почему два? Ну, может, когда... Потому что один у меня терялся. В общем, четыре штуки проклёнулись. Из пяти. Может, сходилось, там, может, с землёй. Как-то так получилось. Ну, ладно. В общем, сходим. Четыре из пяти. Не один из пяти. Либо. Вот они, холмики. Абрикосы. Вот они, вот эти старые... Это вот абрикосики. Вон они, холмики наделали. Здесь чуть пониже сделали. Но всё равно надо приподнимать. Здесь снова вода была из гор. А это вот глуши, но они какие-то вот полудикарки, потому что кисло-сладкие. И от них вот нападали костыки. Я вот потом хочу, не приводят. Вот здесь вот сейчас покажем. И сейчас вот сходят. Вот они. Вот они. Ну, вот он первый фильм. Видите? В нём же всё своё. Ведь те, вот это гигантское, огромное дерево, от которого остался пень, он уникален. Это, наверное, всё те, в мирчужеских времён. Посмотрите, какое огромное дерево, да? Было спелено. А теперь вот эта молодёжь, прекрасный подвой, который прекрасно совместится с самыми сладкими грушами. Ну что, дальше поехали. Для привоев здесь вот сейчас покажем. И сейчас вот сходят. Вот они. Вот они. Много их будем использовать для привоев. Это вот местные груши. Там дерево лет 50. Так, фактически он повторился. Мы на всякий случай, давайте следующую посмотрим. Сейчас вот хочу. Это очень важно. Объяснить, по какой причине. Вот вы словили груши, это я ещё. Мы по незнанию садили. Вот она, ямка. Вот она, полуямка. Видели мёртвую грушу? Видели ямку? Вы поверите? Я уже сколько в этот пример привел. Доктор наук садит яблони и груши в ямку и делает ещё и Мэтт. Он садит на смерть и не знает об этом. Андрей. Сейчас вот хочу, хочу объяснить, по какой причине. Вот вы словили груши, это я ещё. Мы по незнанию садили. Вот она, ямка. Вот они, полуямки. Ну, что теперь загубили. Надо было всё-таки садить на холмик немножко. И вот тоже. Ну, ничего, у нас замена есть. Потом будем делать по железову, как положено на холмик. Как по железову не положено. Положено в ямку. Вы что, совсем мы это, нагрузь потеряли, а? Уважаемый Андрей с Еленой. Как положено. Положено губить в ямах. Вот, которые садятся повыше, повыше. Вот видите, вот на холме той груши, они лучше растут уже. Вот у соседей, я думаю, уже несколько десятков лет он. То есть, всё-таки, вот эта вот низинка, это вот вся причина гибели саженцев. Ну, плюс продают ещё, может, в южной ассортах, но кривои не совсем качественные. Вот так вот. Сейчас вам покажем кедрики. Вот, вот, кедрики, местный сибирский, сходят, айпл. Вот так они сходят. Вот, фактически мы закругляемся, но я не могу остановиться, вот почему. Я предупредил Андрея, что он сам знал, что я обязательно, если будет интересный материал, что я буду делать фильм. Я его сделал. А дальше у него пошло, знаете что? Ай, что у него пошло? У него пошли сплошные кедры, кедры, кедры. Вот, сейчас вернёмся, где мы были. Я уже не буду даже показывать эти кедры. Мне стало как-то не по себе. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...